Всем привет! Второй выпуск передачи Привет Linux! Передачи призваны популяризировать операционную систему Linux. Сегодня я расскажу об аналогах привычных по Windows программ для Linux, потому что у людей, которые не знакомы с Linux, часто возникает вопрос, а какие там есть программы, а что умеет делать Linux. Вот давайте не буду тянуть кота за хвост, а просто пройдемся по нишам программного обеспечения, там графические редакторы, плееры, видео-плееры, браузеры, а под конец перейдем к самому интересному, к играм. Начинаем. Сейчас вы видите мой рабочий стол. В предыдущем выпуске Привет Linux! я рассказывал, что в Linux есть множество разных рабочих столов на выбор. Вот мой рабочий стол называется Mateo. Он предлагает определенный вид панелей, окон, кнопочек и так далее. Вы можете выбрать себе какой-нибудь другой рабочий стол. Вот у меня Mateo, и на его примере я буду показывать дальнейшие программы. Тему выбора дистрибутива в Linux, то есть вариантов Linux, я перенесу на потом. Сегодня просто аналоги программ Windows и Linux. Начинаем с браузеров. Основные браузеры в Linux те же самые, что и под Windows. Это Firefox, Chrome, причем в двух вариантах Chrome и Chromium. Chromium это свободный вариант Chrome. Далее Opera. Вот у меня, вы видите, Vivaldi. Мой основной браузер Vivaldi. Также под Linux доступно много других менее распространенных браузеров, таких как PaleMoon, NetSurf и много консольных браузеров, то есть браузеров, которые работают в текстовом режиме, что бывает удобно, если у вас по каким-то причинам недоступен графический интерфейс. Ну вот тему браузеров мы и проехали. Работают они точно так же, как под Windows. Перейдем к следующей теме. Офисные пакеты. Но одним из основных офисных пакетов в Linux является LibreOffice. У меня вот пятая версия, вообще недавно вышла шестая, но мне лень его ставить. LibreOffice сопоставим и совместим с Microsoft Office. Впрочем, LibreOffice не принадлежит сугубо миру Linux, потому что он доступен и в версиях для Windows. LibreOffice включает в себя текстовый процессор, не редактор, а процессор. Writer, табличный процессор Calc, средства подготовки презентации Impress и векторный редактор Draw. Также есть LibreOffice Math. Это создание и редактирование научных формул и уравнений. Кроме LibreOffice в Linux есть офисный пакет из состава рабочего стола, который раньше назывался KDE, а сейчас это Plasma. Но в последнее время этот офисный пакет, он как бы распался на несколько менее сплоченных программ, об одной из которых я расскажу чуть позже. Теперь текстовые редакторы. Редакторы для работы с обычным текстом, то есть, где нельзя выделять текст определенным шрифтом, там нет свойств для шрифта, жирный, наклонный, нельзя вставлять картинки. Средства для работы с обычным текстом, аналоги блокнота, скажем так. Их в Linux очень много. Это Tia, вот я разрабатываю Tia, Pluma, Кейт, их множество. Вот как выглядит, например, Tia. Вот как выглядит редактор Pluma. Pluma входит в состав рабочего стола Mathe, но вы можете использовать ее под любым рабочим столом, потому что программы не привязаны к конкретным рабочим столам. Перейдем к следующей нише программ, это графика. Аналогом Photoshop, растровому редактору, является Gimp. Gimp есть и для Windows, кстати. Вот русифицированный мощнейший редактор. По своим функциям он в чем-то даже превосходит Photoshop, а в чем-то уступает ему, в чем именно. Это в работе с цветовыми пространствами, в частности, с цветовой моделью смык, которая используется в профессиональной полиграфии. Но если слово смык для вас звучит непривычно, вы слышите его впервые, и ваши потребности по работе с графикой заключается просто в, ну, например, ретушировании фотографий или какой-то их обработке, то функции Photoshop вам хватит с головой. Это очень мощный, к тому же русифицированный редактор. В нем есть фильтры, различные эффекты, работа со слоями, работа со цветом. Смык тут тоже есть, но не так удобно, как в Photoshop. На YouTube и вообще в сети много есть видео и графических уроков по работе с Gimp. Gimp доступен и версии для Windows. И замечу, что те программы, о которых я сейчас рассказываю, они как бы встроены в Linux. Вот если вы устанавливаете Windows, то у вас просто голая Windows и какой-то минимум программ, идущих в комплекте. А когда вы устанавливаете Linux, вам по большому счету устанавливаются вот все эти замечательные программы, такие как LibreOffice, Gimp и другие, о которых речь пойдет дальше. То есть, вы автоматически, установив Linux, получаете и весь этот софт. Причем, это лицензионный софт и он бесплатный. Вы не должны ничего взламывать, ничего активировать, никому ничего платить. Потому что мир Linux это мир свободного программного обеспечения. Но перейдем к следующему примеру такого свободного программного обеспечения. Давайте посмотрим на графический редактор Krita. Вот он из состава того офисного некогда пакета, который входил в проект KDE. Krita это программа для художников. Давайте вот создадим пробный файлик и выберем кисть. Вот сколько тут кистей. Тут есть и масляная краска, и карандаш, и мелок, что угодно. Даже вот можно жесткой щетиной писать. Вот давайте просто для примера. Это, по-моему, уголь. Рисуем углем. Это кисточка такая-то. Можно менять, конечно же, размер. Слишком. Давайте поменяем цвет. Возможности этой программы оценят художники, которые рисуют не только мышью, но и графическим планшетом. Так, я просто так балуюсь. Разумеется, возможности Krita не ограничены выбором кистей. Это полноценный графический редактор, сопоставимый с GIMP и чем-то превосходящий его, а чем-то уступающий. Опять же, в Krita тоже есть фильтры. Есть очень мощная работа со слоями, в том числе группировка слоев, работа с альфа-каналами. То есть мощнейший графический растровый редактор, заточенный под художников, но и не только для них. И, конечно же, интерфейс русифицирован. Переходим теперь от растровой графики к векторной. Редактор векторной графики Inkscape. Аналог Adobe Illustrator. У меня вот вы можете видеть англоязычный интерфейс, но вообще Inkscape русифицирован. Просто мне привычнее английский интерфейс по ряду причин. Сначала давайте посмотрим галерею, что можно нарисовать в Inkscape. Я покажу это прямо с сайта Inkscape в галерее. Редактор этот открывает и сохраняет картинки в формат SVG. Вот, что можно рисовать при помощи Inkscape. Это векторная графика. Теперь переключимся на сами Inkscape. Вот, какими-нибудь такими насытим файл фигурами. Каждая из этих фигур может быть преобразована в кривые, можно импортировать растр, можно векторизировать растр, можно накладывать эффекты как на векторные, так и на растровые изображения. Опять же, гибкая работа со слоями, работа с текстом, художественный текст. Все как в иллюстраторе. И, опять же, вот мне кажется, что Inkscape удобнее, чем иллюстратор. Но это потому, что, может быть, я к нему привык. Когда ты привыкаешь к какой-то программе, она, разумеется, кажется удобнее. В Inkscape можно работать с векторной графикой любой сложности. Это серьезная программа. Да, забыл сказать, элементы векторной графики есть и в Крите. Но я просто сейчас оставляю это за кадром. Также под Linux все еще доступна знакомая многим дизайнерам векторной графики программа Xara, которая была популярна в нулевых годах. Вот, под Linux, ее линуксовая версия все еще доступна. Переходим к другой нише программ. Плеер. Ну, разумеется, доступен VLC. Куда же без него родимого. VLC под Linux точно такой же, как под Windows. Также под Linux доступна уйма других плееров. Особо хочу выделить тоже всеядный mplayer. К mplayer в паре идет кодировщик maincoder. Maincoder может перекодировать видео в любой формат. Но это консольная программа. То есть, вот, запускается консоль и дается команда. Манкодер. Манкодер. Ей передаются параметры. Имя входного файла. Файл, например, MOV. Имя выходного файла и параметры. Эти параметры могут быть замысловатые, но манкодер очень мощное средство перекодировки. И из интернета можно скачать нужные параметры. Уже пользователи подобрали хорошие параметры. И просто скопировать их в командную строку консоли. Ну, а можно и самому подобрать нужные параметры, прочитав документацию к манкодеру. Большинство консольных программ имеют встроенную документацию, вызываемую командой MAN. Это сокращение от manual. То есть, руководство. Вот, например, набрав MAN мы получаем руководство к манкодеру. И можем его читать в консоли. Но о консоли я сниму как-нибудь отдельную передачу, потому что новички, когда слышат слово консоль, у них возникают внутренние барьеры, какие-то ложные воспоминания, как будто эти новички пользовались операционной системой UNIX в 70-е годы. На деле консоль это очень мощное средство, просто программы вызываются в текстовом режиме. Кроме того, именно в консоли работают замечательные программы, такие, как, например, файловый менеджер Midnight Commander. Вот он как выглядит, как известный всем Нортон Commander. Только это Midnight Commander. Так, переходим к следующей нише. С плеерами разобрались. В общем, плееров под Linux больше даже, чем Windows. И каждый может подобрать себе плеер по вкусу. А уж в плане настроек, Linux-овые плееры далеко обходят Windows. Так, следующая ниша программ. Это, давайте, видеомонтаж. Две основные программы видеомонтажа, отмечу под Linux. Одна из них больше для чайников, это OpenShot. Я думал вам его показать, но он у меня не установлен, и мне лень это делать. Поэтому я вам покажу KDN Live. Опять же, KDN Live, он русифицирован, но для экономии пространства на экране, я себе включаю его с английским интерфейсом, открывая файл проекта с последним перевалом Дятлова. Правда и ложь. Ну, а с первым выпуском, как видите, тут очень простой монтаж, просто состыкованные фрагменты видео. Но это не все, что имеет KDN Live. Я перешел на KDN Live из-под Windows с Vegas Pro. До Vegas Pro я монтировал видео в Adobe Premiere Pro. И надо сказать, что в KDN Live мне удобнее монтировать, чем в Vegas. И, пожалуй, в Adobe Premiere. В Premiere мне, может быть, немного больше нравится работа с автоматизацией. Это динамическое изменение параметров. Но автоматизация есть и в KDN Live. Ну, давайте я сейчас немного поговорю о KDN Live. Во-первых, это очень всеядная программа. Она понимает все форматы видео. Понимает не сама по себе, а за счет кодека ffmpeg, который устанавливается вместе с ней. Движок у KDN Live внешний. Это MLT. На основе MLT построен и OpenShot. KDN Live предоставляет все функции, которые могут понадобиться при работе над большим видеопроектом. Я имею в виду упорядочивание исходных видеофайлов в папках проекта. То есть, вот вы создаете там папка 1, папка 2, можно делать их вложенными. Вы сортируете видео по разным папкам и таким образом осмысленно упорядочиваете видео внутри проекта. Затем видео располагаются на таймлайне, на монтажном столе. Вот тут у меня пока одна дорожка, но их может быть сколько угодно. Есть видео дорожки, звуковые дорожки. И затем на фрагменты видео и звука можно накладывать эффекты. Их очень много. Звуковые и графические эффекты. К тому же, есть также и переходы между фрагментами. KDN Live это к тому же еще программа композитинга. Композитинг это послойное составление кадра. Каждый слой кадра может влиять на лежащий ниже слой. Также отдельные элементы кадра могут перемещаться. Вот в свойствах эффекта Composite and Transform можно работать с автоматизацией, с ключевыми кадрами. Итоги этой работы отображаются в окне Project Monitor. Например, я хочу динамически перемещать эту картинку вправо внутри кадра. Я буду делать это относительно виртуальной черной дорожки. Мы прокрутим видео немножко и создадим тут новый ключевой кадр. Теперь мы, находясь в этом ключевом кадре, мы сместим эту картинку. Вот я ее смещаю. Теперь переместимся к прежнему ключевому кадру, к первому. Вот изображение приняло исходное положение. Теперь мы запускаем на воспроизведение. И от этой точки до этой точки, до этого ключевого кадра картинка будет смещаться. Вот, поехали. Это называется автоматизацией. Автоматизировать можно, например, степень прозрачности для плавного растворения картинки. Можно масштабировать ее. То есть, автоматизация это, как бы, эффекты анимации. Еще немного о видеоредакторах. Хочу отметить. Avidemux это аналог Virtual Dab из мира Windows. Программа для нарезки видео, для изъятия из него каких-то кусочков. Например, вы хотите вырезать из видео рекламу и сохранить его потом в исходном качестве. Для этого вы выделяете видео ненужные фрагменты, вырезаете их и затем сохраняете видео, выбрав параметры Copy Copy. То есть, копировать. Вообще, интерфейс русифицирован, но некоторые его элементы не русифицированы. Можно конвертировать в другой формат. Например, хотим в X264. Пожалуйста. То же самое со звуком выбираем кодек и выходной формат. Это в какой контейнер пишем. AVI, матрешка и так далее. Множество разных есть функций. Можно вытягивать из видео звуковую дорожку. Можно заменять звуковые дорожки на другие. Так что это может пригодиться и тем, кто занимается переводом фильмов. Итак, Avidemux, аналог Virtual Dab. Звуковые программы. Звуковой софт. В последнее время наблюдается расцвет звукового софта под Linux. Одной из мощнейших программ класса DAW, то есть Digital Audio Workstation. Ну, вот Windows это Nuendo, Cubase, Reaper, Sonar. В Linux программа такого класса это Ardor. Я вам сейчас ее покажу. Вот как выглядит Ardor. Это очень солидная программа. Она по функциям сопоставима с Reaper, с Nuendo. Тут есть все, что нужно как музыкантам, так и звукорежиссерам. Все, что угодно, включая удобнейшую работу с автоматизацией. Ardor у меня посвящен отдельный цикл передач. Музыкальный пингвин. Вот как выглядит микшер Ardor. Вот как выглядят некоторые виртуальные синтезаторы Ardor. Вот AmSynth, Dexed, Drum Machine, DR Sampler, Calf Saturator. Это эффекты из набора плагинов Calf. Этому стоит посвятить отдельную передачу. И так в Linux со звуком можно работать очень серьезно при помощи таких программ, как Ardor, Muse. Есть еще Rosengarde, но он более для тех, кто работает с нотами. Для академических есть множество программ другого класса. Например, аналог Fruity Loops в Linux это LMMS. Итак, под Linux есть в чем писать музыку и в последнее время появились замечательные виртуальные инструменты и множество плагинов по обработке звука. Также в Linux существуют и отдельные звуковые редакторы. Ну вот аналоги линдовых WaveLab, SoundForge. Вот редактор Echo. Его написал я. В нем есть микшер с эффектами реального времени. Например, такими как металюга. Жесть. Это примочки для гитаристов. Я не показываю вам сейчас, как это все звучит, потому что для записи этой передачи мне лень настраивать захват звука с разных источников. Поэтому такое немое кино получается. Я могу сравнить Echo с WaveLab первых версий, потому что у меня сейчас не так много времени, чтобы заниматься программированием Echo. Еще одна такая ниша программного обеспечения это программирование. Ну, программирование в Linux это просто рай. Это рай, потому что если сравнивать с программированием под Windows, то Linux всегда был более открытым и более заточенным для программистов. В Linux есть множество сред разработки, множество компиляторов. Ну, два основных это конечно же GCC и Clang. Под это дело в Linux существует бесчисленное множество сред разработки, начиная от Qt Creator и KDevelop и Anjuta, например, до небольших консольных сред разработки. Каждый может подобрать себе среду разработки по вкусу. Ну, и разумеется, кроме компиляторов есть огромный выбор библиотек под разные языки программирования. Но это опять же, отдельный разговор. Моя передача больше ориентирована на чайников, а не на программистов. Я думаю, программисты сами хорошо знают, какие средства разработки есть в Linux. Я оставляю за бортом рассказ о разных мелких программах, о программах просмотра изображений, которых бесчисленное количество под Linux. О программах просмотра документов. Например, могу отметить Ocular для просмотра PDF и DJV. Ocular очень удобная программа, в ней можно делать рецензии к PDF и прочее. Я оставляю за бортом замечательную систему верстки TextLatex, которые посвящу отдельную передачу. В Latex я подготавливаю верстку всех своих книг. Перейдем теперь к играм, к самому интересному. Эта тема сложная. Коммерческие игры под Linux выпускаются. Вы можете найти их, например, на торрентах и там же можете найти ругань, что эти игры запускаются плохо или странным образом. Это действительно так, потому что разработчики, которые выпускают коммерческие игры, вот им надо для галочки, кроме версии для Windows, они хотят выпустить версию для Linux. Мол, поддержим Linux-оидов. И они выпускают эту игру версии для Linux, заточив игру под какой-то конкретный дистрибутив Linux, определенную его версию. В итоге пользователи других дистрибутивов страдают. Они не могут полноценно запустить эту игру или вообще не могут ее запустить. Это относится к коммерческим играм, которые из ВНД, скажем так, портируются под Linux. Есть другие игры, которые изначально разрабатывались под Linux. Свободные игры. Вот эти игры работают в Linux хорошо. Эти игры по своему масштабу и бюджету не могут соперничать с коммерческими блокбастерами. Но в них есть свое очарование. Давайте посмотрим на некоторые из таких игр. Но сначала еще кое-что. Никто не отменяет DOS Box. Вы можете играть в свои любимые DOS-овские игры. Никто не отменяет эмуляторы игровых приставок, которых под Linux великое множество. Из них я отмечу Mednaffen. Всеядный эмулятор. Вот я в Mednaffen записываю видео для всех своих выпусков Turbo. Передача о видеоиграх. Mednaffen хорошо эмулирует Sega Mega Drive, NES, Super Nintendo. Есть эмуляторы Jaguar, эмуляторы Atari, эмуляторы. В общем, чего угодно. PlayStation. Поэтому Linux это рай для эмуляторщиков. Linux может похвастаться одним из лучших эмуляторов ZX Spectrum Fuse. Также в Linux есть возможность при помощи движка JamRB поиграть в ваши любимые старые игры на движке Infinity. В частности, Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Icewind Dale и другие игры. Что до Baldur's Gate, то поддерживается и Big World Project. Вот я играю в Big World Project. Очень стабильно, без вылетов идет. Можно пройти насквозь все две части. Для тех, кто не знает, Big World Project это две части Baldur's Gate вместе с дополнениями, соединенные в одну непрерывную игру. Теперь посмотрим на некоторые игры под Linux. Ее естественные игры, не портированные. Вот SuperTux Card. Давайте просто для примера. Это гоночки. Можно выбрать гонщика. Вот этот зверек, это с логотипа Gimp. А можно выбрать пингвина, логотип самого Linux. Давайте его. Теперь какую-нибудь такую трассу выберем, вот эту, например, и начать гонку. Смотрим, как выглядят гонки под Linux. Опять же, звук я не захватываю. Так что буду бормотать просто в кадре. У нас есть ускоритель. Я никогда в эту игру много не играл. Просто так покататься, посмотреть. Вообще, Linux замечательная игровая платформа. Просто на нее не делают ставки воротилы игрового бизнеса. Я не знаю, какие сейчас есть гонки под Windows. Не интересовался этим. Но, мне кажется, там таких красот может и не быть. Давайте посмотрим еще какую-нибудь трассу. Вот такую трассу хочу посмотреть. Какие-то там елочки, какие-то башенки. Посмотрим. Вот хвоя как замечательно анимирована. Так, никакого ускорителя у меня нет. Последний раз с азартом я играл в гонки в Кармагеддон. Пока не решил, что эта игра уродлива с моральной точки зрения. И с тех пор я в Кармагеддон не играю. Хотя, недавно скачал с этого Good Old Games. Там раздавали Кармагеддон TDR. В Кармагеддоне TDR надо давить зомби. Тоже неуважение к покойным. Но я ее скачал, но так и не играл еще до сих пор. Он просто лежит на винте. Так, в общем, давайте я сейчас утоплюсь. И включу другую игру. Давайте посмотрим Extreme Tools Racer. Я его включаю в окошке. Это гонки. Пингвин ездит на пузе. Это старая игра известная. Пингвин ездит на пузе по снежному склону. И собирает рыбы, которые кто-то разбросал по этому склону. Есть множество разных трасс, разных правил. Например, в некоторых надо объезжать флажки. В некоторых еще что-то. Вот такая вот игра. Впервые я ее увидел, по-моему, в начале нулевых годов. Она меня очень тогда впечатлила. Так, и посмотрим на еще одну естественную для Linux игру. Конечно же, это SuperTux. Напомню, что Tux это вот пингвин. Этот логотип линуксовый. SuperTux это наш ответ братьям Марио. Супер братьям Марио. По большой карте путешествует пингвин. В игре есть сюжет, конечно же. Можно управлять как с клавиатурой, так и с джойпадом. Подсказки. Игра русифицирована. Монетки надо собирать. Отличная бродилка. В ней много уровней. Есть ее вариант. Я сейчас не помню, как он называется. Он отличается другими картами и другим сюжетом. Увеличились уже мы. Как эти штучки прошибать, я не знаю. А, вот. Надо подпрыгнуть и нажать вниз. Прыгаю. Пробили, собрали монетки. Лезем дальше. Конечно, можно переключиться в полноэкранный режим. Пингвин ходит неторопливо. Есть редактор уровней. И, что самое важное. Из-за открытой природы Linux и свободного программного обеспечения, вы можете присоединиться к разработке любой из этих игр. И влиться в команду разработчиков. Делать свои уровни делать. Добавлять музыку, графику. Итак, SuperTux. Я замечательно погиб. Что же, буду закругляться. Итак, в Linux есть аналоги всех нужных Windows программ. А есть множество программ, которых в Windows просто не существует. В Linux есть во что поиграть тем пользователям, которым нравятся теплые самодельные игры, а также старые игры для DOS. В Linux можно запускать даже некоторые Windows игры через такую программу переходник Vine. Vine это тоже отдельный разговор. Vine позволяет запускать Windows программы под Linux. Также в Linux есть возможность создания виртуальных машин, виртуальных компьютеров и установки в них операционных систем, целых операционных систем. И у вас будет в окошке или на полном экране прямо в Linux запущенная, например, Windows или другая какая-нибудь система, или даже другой дистрибутив Linux. Виртуальная машина тоже отдельный разговор. В следующем выпуске Привет Linux я поговорю уже о том, чем отличаются разные Linux друг от друга. О вариантах Linux, о дистрибутивах Linux. И мы обсудим, какой дистрибутив лучше выбрать и насколько железо совместимо с Linux. И, возможно, в следующей передаче я уже обращусь к установке Linux, просто показав ее вам. Вот как она устанавливается. Мне в этом пригодится, разумеется, виртуальная машина. Я буду устанавливать разные дистрибутивы Linux виртуальной машины и покажу, как это происходит в несколько ускоренном режиме. Проведу по всем этапам установки Linux и расскажу, какие подводные камни могут быть на том или ином этапе. Всем привет. Это была передача Привет Linux. До новых встреч с Петром Семилетовым на канале Петра Семилетова. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok